добрый вечер сегодня у нас по плану ознакомление с компенсациями на высоту инструмента то есть где это используется как это активируется какие значения мы можем записывать в таблицу offset of и второе это постоянные циклы сверления то есть это две темы которые сегодня нам необходимо с вами рассмотреть разобрать начнем непосредственно с компенсаций на прошлом занятии мы рассматривали компенсации на диаметр инструмента никакие дополнительные вопросы мне не поступали отдельно вероятно что данная тема была понятна кто только начал обучение вероятно вам нужно будет просмотреть еще раз запись александр вас немножко громко я вас выключу но если будут вопросы можно включать микрофон и задавать вот поэтому некоторые темы нужно будет пересмотреть компенсация на высоту инструмента также используется для того чтобы правильно использовать инструмент в управляющей программе данная тема очень связана с разными методами наладки вообще с понятием наладки когда мы привязываем нижнюю часть режущей кромки инструмента к поверхности материала вкратце давайте в теории посмотрим как это происходит если я буду использовать определенный материал и установлю инструмент например какую-то фрезу и этой фрезой будет вот этот инструмент эту фрезу я сейчас вставлю в шпиндель с помощью такого симулятора данный симулятор не нужно устанавливать я его использую просто для объяснений и после возврата в исходное положение что сейчас я и буду делать подготавливать ног к работе мы сможем сделать посмотреть какой именно метод привязки используется по оси z и соответственно понять как в управляющей программы могла бы быть связано вначале я поочередно отвожу станок в направлении 0 исходного положения либо референтную точку это изучается на предмете управления 3 ось x и после того как станок уйдет в 0 исходного положения мы давайте дождемся есть сейчас видно вот эти три светодиода показывают как раз то что станок находится в нуле машиной системы координат мы видим информацию не 0 это потому что показывает он нам текущую координату относительно 0 рабочей системы координат 0 машины это так как и конкретно точка запрограммированная либо позиции которые запрограммированы на станке щупу производители можно так сказать и в эти координаты станок необходимо отвести таким автоматическим методом с помощью режима ref который также может называться по-другому то есть возврат исходное положение либо возврат референтную точку перед работой началом работы станка и теперь давайте посмотрим у меня есть инструмент в барабане инструментов номер один код который необходим для смены инструмента это м 06 и 1 собственно мы его достаточно уже часто используем в режиме управления станка так называемый режим мди ай manual data input то есть ручной вот данных я могу перейти в режим мди ай для ввода программы в которые я и ввожу смену инструмента то есть м 06 и 1 и обе инсерт и обе это конец блока то есть этот блок инсерт необходим для того чтобы вставить эту строку в тело программы и старт цикла для того чтобы выполнить эту программу данная программа выполняется очищается такой режим называется manual data input ручной вот данных опять же данные вещи будут изучаться отдельно не на программирование на управление теперь давайте посмотрим то есть у нас перед нами есть определенная заготовка которым мы будем обрабатывать и случае как раз перемещения заготовки относительно шпинделя мы будем видеть всегда другие координаты фактически сейчас шпиндель будет опускаться к заготовке и примерно я стол относительно шпинделя и шпиндель по оси z относительно заготовки установлю в ноль данном случае представим что 0 исходного положения либо нашей программы либо программной системы координат будет в нижней точке то есть вот это будет ноль ноль отсчета тогда для того чтобы что-то здесь вырезать да например просверлить отверстие либо вырезать какие-то пазы либо сделать какие-то другие обработки здесь нам необходимо указывать все координаты относительно вот этой точки которая имеет значение x0 y0 z0 на верхней на поверхности материала в левой ближней точке вот здесь если учесть что в симуляторе 100 на 100 миллиметров является диаметр точнее ширина и высота то есть габариты данной заготовки то координата этой точки будет x0 y100 это x100 y100 это x100 y0 и x0 y0 например для того чтобы пройти по контуру до чтобы например сделать обработку вот такого контура нужно треугольник да то нужно перейти в координату 0 0 50 50 100 0 0 0 и пройти по контуру что интересно что для того чтобы работать относительно данной поверхности материала то есть данной точки нам необходимо сначала выполнить наладку то есть установить наш инструмент относительно параметров этой заготовки для этого используется один из вариантов наладки мы не будем рассматривать наладку естественно абсолютно не не данная тема сегодня вот но если учесть то что я вот так могу подойти немножко к заготовке вот так меня интересует только о за предположим вот я подошел к заготовке то данный момент машинная координатная система у меня то есть значение по машине 0 машины по за эту от 0 машины по за эту извиняюсь я отошел на минус 173 целых девятьсот шестьдесят одну тысяч на миллиметр а значит от максимального положения по z куда я вернул станок в процессе reference return то есть возврата исходного положения здесь можно сказать что максимальная точка куда шпиндель может вернуться это z 0 машинной координатной системы и сейчас я пришел до вот этого уровня шпиндель пришел к этому уровню вот эта система координат относительно нижней части шпинделя называется ss то есть координатная система шпинделя координатная система относительно нижней точке режущей кромки инструмента называется TCS, то есть координатная система инструмента, Tool Coordinate System. Координатная система относительно заготовки в данной точке называется WCS, Work Coordinate System, рабочая система координат. Она имеет такие номера, как G54, 55, 56, 57, 58, 59. Также возврат в исходное положение происходит еще в одну точку, которая находится как бы дальше от всех, и она имеет координаты 0,0,0 в машинной координатной системе MCS. Когда мы пишем программу, то программа использует тоже 0, то есть там где координаты X0, Y0, Z0, и при перемещении в эти координаты шпиндель туда придет, либо центр инструмента. При использовании наладки мы как раз и сопоставляем эту координату с координатой 0 заготовки, то есть в этой же координате находится еще одна координата, которую мы можем назвать PCS, то есть программная координатная система. Программная координатная система, рабочая координатная система, координатная система шпинделя, координатная инструмента, координатная система шпинделя, машинная координатная система. В случае использования специальных изменений offset, когда мы смещаем нашу обработку в любом направлении, а также воздействуем еще и поларод производим определенный, такой offset от рабочей системы координат называется локальная координатная система. Это не нужно, но так для общего развития. Получается, что существует определенное количество систем координат, это машинная, рабочая, программная, локальная, инструментальная и шпинделя, то есть 6 систем координат. При этом используется, по сути, в управляющей программе только одна система координат, это рабочая система координат. Если для рабочей системы координат выбрана вот эта точка, да, то эта точка будет иметь координату в программе x0, y0, z0. Если в программе написано z-10, значит шпиндель опустится еще на 10 миллиметров относительно поверхности и врежется на 10 миллиметров вращающего инструмента, ну, обычно вращающегося. Может быть такое, что мы опускаемся на уровень z-10, но шпиндель не обязательно должен вращаться, но при этом, естественно, что мы не должны находиться над заготовкой, то есть мы можем опустить невращающий шпиндель где-то сбоку по z, например, на уровне там минус 10, но при этом шпиндель еще не включился. Ну, вероятно, что для безопасности его уже надо включать, но такое тоже возможно. Ну и к чему я веду? Потому что в зависимости от метода наладки, а именно обозначения cz и привязки инструмента либо шпинделя, то есть координатной системы шпинделя к координатной системы рабочей, мы и должны куда-то деть вот этот параметр, то есть параметр вылета на высоту инструмента, а именно расстояние от нижней части шпинделя, я вам конкретно нарисовал ее, вот от этого уровня до нижней части режущей кромки инструмента, то есть до вот этого уровня, теперь выносим вот так выноску и пишем, что вот это называется геометрической высотой, geomH. Эта геометрическая высота будет записана в offset на высоту инструмента, и как и в прошлый раз, рассматривая геометрический диаметр и компенсацию, мы говорим о том, что геометрический диаметр и компенсация суммируются, то есть используется это плюс это, это используется в третьем методе наладки, точнее третьем методом стратегии, либо третьей стратегии CAM-системы, которая используется только машинные координаты, мы можем пустить, либо запустить управляющую программу траектории движения, в которой не является смещенной относительно геометрии, и при этом нам необходимо указать здесь значение, и это значение плюс это значение offset в случае износа инструмента вместе суммируется. Точно так же работает и система высот, то есть геометрическая высота суммируется вместе с компенсацией на высоту и получается минус 76,0 минус 76. В случае, если такая компенсация используется в корректоре номер один, корректор номер один включает в себя и высоты и диаметры, но для того, чтобы активировать именно высоты, используется код G43. Напомню вам, для того, чтобы активировать компенсацию на диаметр, то есть сместить инструмент влево, либо вправо, используется либо G41, либо G42, после чего обычно указывается какая-то координата, куда мы должны перейти уже с учетом этого смещения, и самое обязательное это D, то есть D корректор и номер корректора, например, D1. В случае указания там 10 миллиметров на 5 миллиметров будет смещен инструмент влево, либо вправо, G41, либо G42. Код G43 используется для того, чтобы сместить инструмент на высоту, то есть по высоте. Для этого используется отдельный код H, H у нас от слова height, на определенный корректор, то есть на то значение, которое указано в таблице offset. Например, G43H2 при неполном формате ввода, либо G43H02 при полном формате ввода, станок читает и так, и так, то есть ему неважно, будет учитывать значение offset, вылета 120 и минус 0,220. То есть будет указано то, что инструмент нужно поднять на 120 миллиметров, но опустить на минус 0,22 миллиметра. То есть и поднять, и опустить. Естественно, что это не происходит поодиночно, то есть сначала он поднимется, потом опустится, то есть это общее значение, то есть сумма математическая 120 минус 0,2, то есть это будет 119 целых и остаток, там 88, будет указываться, будет учитываться при подходе к материалу. То есть при подходе к материалу, в случае если мы активируем кодом G43H2 этот корректор, инструмент дополнительно, либо предварительно поднимется на 120 целых и опустится на минус 0,220. Но одновременно это произойдет, то есть посчитается это значение интерпретатором и он куда-то сдвинется. Давайте конкретно посмотрим, происходят ли какие-то движения, сдвиги. Для этого мы можем что сделать? Мы можем просто просимулировать такое движение и посмотреть текущее значение координаты. Сейчас рабочая система координат это G54, это значит, что есть определенная привязка к нулю, можно посмотреть в рабочей системе координат, где эта привязка, то есть вот здесь написано минус 450, минус 250, здесь написано 10, но тут неправильно, собственно, поэтому мы так напишем. Предположим, в данный момент машинная система координат, машинной системы координат наш инструмент опущен на вот красиво, на минус 175,371. И я запишу, что именно это расстояние ему нужно пройти от нуля машины для того, чтобы дойти до этого значения. Скажем так, мы пока оставим наладку, да, то есть мы это не изучаем, просто нам нужно подготовить, скажем так, наш пример для того, чтобы разобраться с этой темой, темой компенсации. То есть я установил фактически месторасположение заготовки. В наладке это делается так, в теории, то есть я не буду это сейчас делать. У меня есть какая-то точка 0 машины, она находится здесь. Я указал расстояние от 0 машины до 0 заготовки по оси X, по оси Y, например, до этой грани по оси Y. И по оси Z мы сказали уже, да, сколько нужно пройти шпинделю, чтобы дойти до этой точки. Если патрон с инструментом стоят в шпинделе, то инструмент должен как бы дотронуться до поверхности материала. И вот это расстояние минус 450 по X, минус 250 по Y и минус 175 по Z нужно пройти к инструменту, чтобы дотронуться до материала. Ну и теперь получается, если мы указали эти данные, то мы можем составить такую управляющую программу, которая бы сама подошла бы к 0. Чтобы не ударить инструмент, я примерно там написал, может, это не 0, а немножко там в минусе, мы напишем, что нужно подойти на 5 миллиметров выше уровня детали. Поэтому я создам такую управляющую программу временную в режиме MDI и напишу. Итак, первое, M03S10, даже так, напишем такой код, как G91G28Z0. Он используется для того, чтобы перейти в 0 исходного положения по Z. После чего перейду опять в программирование G90, то есть абсолютное программирование, мы уже знаем это. Дальше я перейду ускоренно, то есть код ускоренного перемещения это G200, координаты значения X0, Y0 и Z, например, плюс 10 миллиметров UBinsert и Start цикла. Обратите внимание, что вы можете использовать симулятор поведения станка, то есть симулятор VNC, который я вам дал на прошлом занятии. То есть необязательно устанавливать все право на обеспечение, которое мы используем. Start. Итого, мы поднялись, опустились, это все быстро произошло, и сейчас наш инструмент находится над нулем. Смотрите, что вот это 0. Система координат, вот. То есть вот 0, и он находится именно вот в этой точке, координате X0 и Y0, Z10. Что такое Z10? Z10 – это 10 миллиметров выше уровня заготовки, да? Тут плюс 10 миллиметров. Теперь вопрос. Используется ли сейчас компенсация на высоту инструмента? То есть активируется ли сейчас код G43? Нет. Нет, потому что я не указал его, во-первых. Во-вторых, в системе ЧПУ есть информация о модальных кодах. При этом указывается модальное значение G-кодов, а также другие коды. Вот эти коды по одиночной S, D, T, H, M. Называются Other Model Codes. Другие модальные коды. Это стандартное название, которое присутствует и в программировании макро, и в других вещах. Книгах я имел в виду, не в вещах. И здесь указано следующее – H, и справа от H не указан номер. Это значит, что никакой коррекции на высоту не используется. Сделаем, подойду еще ближе. Сделаем так. Подойду еще ближе. Напишу G, давайте, M03S 10000. Вращаю шпиндель, например, на 1000 оборотов в минуту. И опущусь ниже. То есть я напишу, что G01, Z1, пусть будет на 1 мм, или на 2 мм выше уровня заготовки с подачей 100 мм в минуту. И старт. Вот я нахожусь на 2 мм выше уровня заготовки, и шпиндель мой работает. То есть он готов к обработке. Готов обрабатывать. 2 мм мы можем наблюдать. В данный момент также никакая коррекция не учитывается. И теперь давайте посмотрим взаимосвязи. Если мы включим, я нажал RISO для того, чтобы сбросить программу и автоматически остановил вращение шпинделя. Если мы зайдем в позиции и все позиции, давайте даже PROG и все позиции, то мы увидим, что в данный момент чему равны наши системы координат. Итак, первое – это абсолютная система координат. Что такое абсолютная система координат? Это расстояние от нуля деталей. Оно же от нуля программы. Наладка – это и есть соединение нуля программы с нулей детали. Я напишу, что WCS в скобочках PCS, чтобы было понятно, что это программная система координат, и она же рабочая система координат. Программная система координат – это координаты, которые используют ноль в программе, а рабочая система координат в станке. А наладка и соединяет эту точку. Вам нужно указать, где нужно запустить эту программу, которая что-то будет обрабатывать. Относительно чего? Где эта нулевая точка? Поэтому вы ее совмещаете с нулю, например, вот с этой точкой на заготовке. Заготовку же можно сместить, да? Можно сюда, тут ее поставить, тут поставить. Можно тиски сместить. Станок не знает, где стоят тиски и где стоит заготовка. Поэтому и выполняется наладка. Но если нам нужно более чем одну заготовку делать, то устанавливаются определенные ограничители, стоперы, и тогда вы можете сделать одну наладку и просто ограничивать как-то, то есть прижимать вашу заготовку разным методом, креплением и производить обработку последующую, без привязки постоянной. Рабочая система координат имеет сейчас значение координаты 0, 0, плюс 2. Почему? Потому что шпиндель находится ровно над этой точкой. И по ху, и по у, правильно? Х0, у0. А з2, потому что расстояние от нижней части инструмента до верхней части поверхности 2 миллиметра, плюс 2. Готово. Чему равна машинная система координат? Машинная система координат равна минус 450, потому что относительно нуля машины наш инструмент находится на расстоянии минус 450. что и соответствует наладке. Минус 250 по у. И минус 173,370 по z. То есть от максимальной точки по z шпиндель прошел до вот этой точки, до вот этой точки минус 173,370. Теперь смотрите, мы находимся на расстоянии 2 миллиметра от поверхности материала. Что будет, если мы еще опустимся на 2 миллиметра? Чему будет равна z абсолютной координатой, и чему будет равна z машинной координатой? У вас громко. Окей. z абсолютной координатой будет равна нулю, да? Потому что мы еще опустимся на 2 миллиметра, значит, дойдем до поверхности материала. Окей. Тут будет 0. А z машинной координаты будет еще на 2 миллиметра ниже. Правильно. Минус 175,370. Это всем понятно? То есть мы прошли сейчас минус 173 от нуля, да? От самой максимальной точки. Но если нам нужно еще на 2 миллиметра, то будет минус 175,370. Получается так, что шпиндель станет на 2 миллиметра ниже, но в шпинделе-то установлен патрон, а в нем вставлен инструмент. Все вместе со шпинделем сдвинется и дотронется до поверхности материала. Правильно? Взаимосвязь понятна, очевидна. Но в данном случае мы же не указываем расстояние от нуля машины до координатной системы инструмента. И вообще станок знает, какой вылет инструмента? Ему это надо? Что будет, если мы в процессе работы, да, возьмем этот инструмент, вымем и вставим ему длиннее инструмент и опять запустим эту программу? Что будет? То он подойдет в эту же точку шпинделем, да, до его нуля системы шпинделя, то есть до этой точки, а в патроне будет больше вылет инструмента и он удается, сломается. То есть машина не видит этой информации. Поэтому используются разные методы наладки. Что сегодня нам нужно? Определить, какие бывают значения в системе как раз привязки по Z либо в компенсациях на высоту. И для чего они нужны? Первый вариант – это когда мы хотим записать в общем компенсацию на высоту. компенсация на высоту может быть отрицательная, может быть положительная и может быть нулевая. Когда она отрицательная? Она отрицательная может быть в случае использования привязки всех инструментов до какого-то одного уровня. Это может, например, быть какой-то датчик, какой-то контрольно-изменительный прибор. Представьте, что если шпиндель с патроном вот с этим инструментом один от нуля машины будет следовать до этого датчика, то есть он будет линейной интерполяцией опускаться и нажмет на него инструмент, то есть датчик нажмется, остановится на каком-то уровне и передаст в систему чипу координату вылета, а именно сколько нужно шпинделю пройти. Он передаст информацию, где нужно остановить шпиндель в тот момент, когда нижняя часть серверащей кромки инструмента дотронется до поверхности данного прибора. Когда это произойдет? Предположим, я просимулирую, нарисую просто другим цветом. Вот наш инструмент, патрон и шпиндель. Получается, что если учесть, что вот это максимальная точка, все, дальше он не может подниматься. То есть это Z0 машины MCS. То инструмент номер один пройдет вот это расстояние. То есть шпиндель опустится вот настолько. Пусть будет это минус 76, предположим. И я сюда... Ну это мало очень. Пусть будет там не... Ой, ну ладно. Пусть будет не 76, а минус 126, например. Записал. Значит, первый инструмент, ну нужно пройти 126 миллиметров, чтобы дотронуться до определенного уровня. Такая привязка называется привязка к блоку, либо к часам, к индикатору. Вариантов много. Но смысл в том, что все инструменты могут быть привязаны к одному уровню, после чего мы одним инструментом можем коснуться к этому уровню, к поверхности материала, узнать разницу между... КОНЕЦ 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 КОНЕЦ